Здравствуйте! Это программа специального интервью в студии Василиса Ивашкина. Подведем итоги экологического года в Одинцове. У нас в гостях координатор экологического движения «Экодом» Светлана Трегуб. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Я так понимаю, что вы являетесь еще координатором раздельного сбора мусора в Одинцове. Какие новые введения постигли в этом году вас? И вашу команду. У нас такой был юбилейный год, потому что в этом году 5 лет, как мы занимались акциями по раздельному сбору вторсырья. То есть каждый месяц мы проводили акции, каждую вторую субботу жители города могли приносить в конкретное место, в конкретные 2 часа вторсырье на сдачу в переработку. И вот прям как раз тоже отметив 5 лет, в следующем месяце мы все-таки установили контейнеры. То есть теперь в этом месте, где всегда проходили акции по раздельному сбору вторсырья, куда люди уже знали и многие года привозили на акции вторсырье, теперь можно в любое время суток, дня недели привезти вторсырье и сдать в красивые контейнеры, которые мы там установили для различных фракций. То есть это такой был красивый финал, наверное, нашей волонтерской большой работы пятилетней. Вот сделать так, чтобы люди могли не ждать целый месяц и копить это у себя там на балконе, на кухне это все, да, а привезти в любое время суток, набрали немножко, привезти на пункты раздельного сбора. Точно ли это финал? Может быть, это просто первая пятилетка пройдена и очередной этап вас ждет? Что планируете еще? Наверное, не одну эту точку. Да, конечно. Ну, наша задача изначально всегда была просветительская. То есть проект Экодом, это был детский проект. Мы его начинали в своей школе, в школе Великих Открытий, подключали Одинцовские школы. И наша была задача именно просвещать детей, начинать с детей, через детей идти к родителям. У нас разрастался наше сообщество наших единомышленников, людей неравнодушных к экологическим проблемам. Поэтому это был именно просветительский проект. Но так как мы понимали, что нам нужно точно что-то делать практическое, конечно, это выливалось в различные акции, практическую деятельность. То есть мы показывали, опять же, детям, что любое их начинание обязательно оценивается взрослыми. Мы лауреаты нескольких премий, губернаторской премии нашей Подмосковья. То есть это была большая работа, проделана пять лет. И вот теперь, когда мы все-таки понимаем, что вот именно так должно быть, как это в цивилизованных странах, когда есть вот на этом конкретном адресе, и вот мы очень хотим, чтобы во многих местах нашего города такие площадки образовались, чтобы люди могли, не смешав все в кучу, да, и опять же, сомневаясь, уйдет это на полигон или все-таки, как может быть, пойдет в переработку, а вот точно будут уверены, что вот разделив это у себя дома на разные фракции, это точно пойдет в переработку. Они принесут, разложат это в разные баки, и это уедет на переработку. Расскажите про разные баки. Сколько их там, какое сырье можно приносить и с кем сотрудничать? Ведь, понятно, я принесла, но я должна быть уверена, что действительно это сырье пойдет на переработку, как вы сказали. Кто этим занимается? На данный момент мы сотрудничаем с большой нашей Одинцовской компанией в Одинцовском районе, Экотранспласт. Мы уже с ними больше года, почти полтора года работаем. Были у них на базе, прекрасно видели, как они и отсортировывают, и сами перерабатывают пластик. Другие фракции, как, например, стекло, тетропак, алюминий, прессуют, брикетируют для отдачи в переработку. То есть мы видели, уже зарекомендовали себя ребята, и мы им доверяем, работаем с ними уже не первый месяц. Что они принимают? Ну, собственно, на самом деле больше, в основном все то, что можно переработать сейчас в России. А у нас есть миф, что в России перерабатывающая индустрия не работает, это миф. То есть у нас очень много перерабатывающих организаций и в Подмосковье, и в других районах страны. Поэтому стекло точно, то есть стекло прекрасно перерабатывается. У нас есть бак для стекла, у нас есть бак для металла, это алюминий, жестяные изделия. Туда же, в том же баке, есть отделение для батареек. В стекольном баке отделение для лампочек. Потом есть, естественно, бак для мукулатуры. То есть мукулатура, опять же, вот, может быть, люди думают, что мукулатура – это только старые книги и журналы. Мукулатура – это очень много того, что вы приносите из магазина, сделано из мукулатуры. Это картонные упаковки от печенья, хлопьев, каши, все-все-все, это все картон. Еще какая-то там упаковка, вплоть до того, что мы покупаем некоторые йогурты, они обернуты в картонную упаковочку. Это тоже все мукулатура, это все можно сдать. Там же, в этом отделении, мы принимаем тетропак. Тоже очень сложный, многослойный материал. Его перерабатывают несколько предприятий у нас в России. Мы, конечно, пытаемся людям объяснять, что это сложный предмет для переработки. Лучше заменить, опять же, на стадии магазина что-то купить в другой упаковке, но его все равно много покупают. Поэтому мы его принимаем, заготовитель его забирает. И есть два бака для пластика. То есть есть бак для PET. PET – это бутылки из-под воды. То есть все, в основном питьевая наша лимонада, молоко, пиво. Ну вот все, что мы жидкое принимаем в основном. И в том же баке у нас есть отделение для проекта «Добрые крышечки». Вот они такие вот крышечки. В основном от всех, опять же, питьевых бутылок. Кстати, крышечки от Агуш тоже всяких вот таких питьевых. Вот это все принимается проектом «Добрые крышечки». Если не знаете, прям два слова. Не знаю, давайте нашим зрителям расскажем, что это, куда. Да, это проект, прекрасный, благотворительный проект, который начался не у нас в стране, но его подхватила Россия прям моментально. Это когда собираются вот пластиковые крышечки, это маркировка 2, то есть это другой вид пластика, твердый пластик. Его очень хорошо перерабатывают у нас в стране и в других странах, хороший материал для переработки. Его набирают большим объемом, и сырье, соответственно, продают, а деньги, вырученные на продажу сырья, переработчик отправляет в благотворительный фонд. И вот на эти деньги уже многим-многим детишкам покупили, ну, детям с ограниченными возможностями здоровья, купили какие-то специальные тренажеры, коляски. Вот, то есть там на конкретный период назначается ребеночек, вот, и ему собираются деньги, да, собрали этому ребенку, вот, назначили следующего ребенка. Вот, поэтому, ну, очень-очень круто, и мы, и это несложно, то есть вот мы всегда тоже предлагаем, с чего начать раздельный сбор, вот, в чем я могу, как я могу начать. Ну, не знаю, я еще не разбираюсь, там, как, да, например, как эти все баночки пластиковые, да, 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 да. Ну, вот мы предлагаем, начните с крышечек, начните с батареек, с мелкого, потому что то, что, ну, точно не создаст какой-то большого объема в вашей квартире. Крышечки можно сдать во многих, многие школы подключены к проекту Добрые крышечки. Ну, вот у нас в контейнере тоже есть специальное отделение для этих крышечек, приносите к нам. Ну, вот к этому проекту точно очень многие подключены, вы найдете в разных, и даже детские сады многие собирают, вот, прекрасно. И последний контейнер, это у нас для микс-пластика, куда можно сдать, вот, в основном, ну, наибольшее количество видов пластика, которые, опять же, в магазине у нас есть. Ну, потому что мы покупаем. Например, давайте по примеру, потому что для меня даже микс-пластика, это что? Да, это упаковки от бытовой химии, вот, канистры все, тоже очень хороший перерабатываемый твердый пластик. Это упаковка от молочной продукции все, это полипропилен, его очень много. Это, ну, то, что, опять же, мы неравнодушные люди, экологи, пытаемся от чего избавиться, это когда вы приходите в кулинарию, и вам накладывают в контейнеры, да, мы предлагаем себе приходить, и очень многие уже магазины на это спокойно реагируют, когда ты со своим контейнером каким-то многоразовым приходишь. Опять же, не набираешь вот это вот бешеное количество этого одноразовой упаковки. Вот это, вот такой пластик. Ну, опять же, то, что мы под ложки, под продукты, под мясо, под некоторые все-таки даже фрукты магазины упаковывают, вот под ложки-то, полистирол. Ну, вот такие вот основные. Я уловила вашу мысль, что разделять мусор вы предлагаете прямо зайдя уже в магазин, еще даже не купив продукт. Да. Вот как этому научиться? То есть вы, получается, стоите возле прилавка и уже понимаете, так, это я смогу переработать, это я точно не смогу, это я в этот пакет положу, да, это несложно? Да, ну, конечно, мы начинаем с того, что мы точно уже отказались, но это огромная большая компания даже на уровне уже гипермаркетов, сетей, когда предлагают отказаться от пластиковых пакетов. Да, то есть мы приходим со своими сумками и объясняем, что, ну, многоразовые сумки, это, ну, это здорово, давайте откажемся. Потому что, понимаете, наша была задача просвещения, показать людям, насколько загрязнен мировой океан, насколько загрязнена наша территория, района нашей страны. То есть там ступенчато, ситуация очень-очень серьезная, экологическая, не только, опять же, в нашем дворе, когда мы видим наваленную там, да, помойку, но она серьезная, по сути, на всей планете. Вот, и поэтому отказаться от пластикового мешка в магазине, в супермаркете, это уже начало, чтобы помочь городу, стране, планете точно избавиться от одноразового пластика. То есть все, пришли уже со своей сумочкой, предположим, яйца, можно купить в пластиковой упаковке, да, десяток яиц, а можно купить в муклатурной, вот в этой, да, бумажной упаковке. Как в упаковке, да, картон, да. То есть это уже, на самом деле, переработанная муклатура, но ее несколько раз еще можно переработать. То есть вот этот контейнер с под яиц, то есть его тоже принимают, и идет он заново в переработку. Поэтому зачем я беру, могу, зачем мне брать пластик, если я могу взять вот это. Ну, далее, молоко, опять же, я могу взять в стекле, могу взять в пластике, могу взять в тетропаке, но в тетропаке точно не возьму. Ну, понимаю, что сложный процесс переработки, разделение на многочисленные слои тоже могу. Ну, пластик точно, это PET в основном молоко, ну, знаю, что уйдет в переработку точно, в конце концов. И так далее. То есть есть, например, сыр, который продается в упаковочках с маркировкой цифрой 7. Вот у нас это, к сожалению, не перерабатывается, эта маркировка пластика. Поэтому понятное дело, что мы уже точно знаем, глядя на треугольничек, который на любой продукции есть, и в этом треугольничке стоит циферка, я знаю, что семерку я точно не возьму, ну, а еще лучше я пойду на развес куплю этот сыр, да, вот, и не возьму упаковку с цифрой 3. Она встречается, ну, кстати, не так часто, но встречается. То есть ее искать на оборотной стороне продукта в треугольнике, верно? В треугольничке, да. 3,7 не берем. 3,7 не берем. Вот прям железно не берем. Скажите, сколько таких же активных экологов, как вы, с вами сотрудничает, и как откликнулись горожане на эти контейнеры? Пользуются спросом или нет? Ну, да, мы их поставили только на той неделе. Контейнеры были полные за два дня. Да, мы... По-настоящему? По-настоящему, да. Да, да, они были полностью забиты именно, ну, вот, да, там, макулатура вот так с горкой, да, и еще уже поставили сверху. То есть мы, естественно, сразу вызвали экотранспласт, а они забрали на следующий день. То есть это вот был прям показатель того, что, ну, люди, видимо, ждали, может быть, те, которые были привыкшие к нашим акциям, они знали точно, что мы откроем в эти дни. Вот сейчас, ну, прошло вот еще два дня, дополняется. Мы это видим. Поэтому мы пытаемся, мы понаблюдаем, как быстро они заполняются. Те контейнеры у нас стояли, там, сетчатые контейнеры для пластика, они наполнялись два-три дня были полные. Ну, они кубовые, небольшие были, вот, ну, они наполнялись два-три дня, два контейнера. То есть мы наблюдаем, там дорожка, люди идут из дома к остановке, положили. То есть вот прям такая волшебная дорожка, которая, наверное, может быть, научила как раз вот это вот место, показала людям тоже. Знаете, такая эко-привычка, она, наверное, не может сразу образоваться, да? Поэтому мы, наверное, все-таки какое-то количество людей приучили вот просто своим примером. Вот, потому что, глядя, что мы делаем, ну, опять же, какие-то плакаты у нас висели, что там мы там рассказывали. Акции всегда рассказываем людям, которые подходили, какие-то вопросы задавали новые во дворе. Вот, поэтому, ну, мы надеемся, что это будет работать, что люди, наконец, поймут, для чего мы это делаем. Глядя, опять же, мы видим, как может быть грязно на какой-то, да, контейнерной площадке. И вот наша задача была показать, что раздельный сбор может быть красивым, потому что контейнеры красивые, яркие, цветные. Вот, а там... Там есть ассоциации, да? Да, там спаси, переработай стекло, получишь самолет, ну, такой образный. Да, 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 вот. Там есть информация, ну, что сдаем, что не сдаем. То есть такая, ну, полный перечень, да, какой-то, ну, информации, которой нужен человек. Он подошел, он ничего не знает, а он уже, о, вот это вот я увидел, вот это я понял. Ну, может быть, в следующий раз спрошу кого-нибудь. Ну, а в всяком случае, не что-то мелким шрифтом написано, и вообще непонятно, для чего это и что это. Адрес контейнеров. Да, контейнерная площадка стоит в городе Одинцово, улица Северная, дом 10. Вот, а это, ну, торец здания Школы Великих Открытий. Яркие контейнеры невозможно будет пройти мимо этого. Значит, мы уже там были. Вы начинаете с детей, чтобы они принесли родителям. Почему не наоборот? Почему не с родителями? Почему не с родителями? Ну, начинали, естественно, с родителей. Параллельно проводили лекции, ну, как встречи. Рассказывали, показывали разные ролики, разговаривали, устраивали круглые столы. Устраивали различные флешмобы. Ну, вот, сами акции, конечно, туда приходят недели. То есть, это уже не детское мероприятие было, естественно. Но дети были большой частью этого проекта, да, в эту субботу. Но, конечно, это были взрослые. И нас всегда, ну, вот, прям удивляло, насколько это было заразительно. То есть, если мы же там, ну, в чатах, обмениваешься анонсы, выставляешь в соцсети и так далее. Есть костяк людей, который точно всегда приходил. И есть люди, которые, ну, подтягивались, подтягивались. То есть, ну, наши знакомые, родители, знакомые знакомых. И вот ты видишь, как они подтягиваются потихонечку. Ну, удивительно. Ну, это как квест, на самом деле, интересный для детей. Я думаю, что это собрать батарейки и крышки. Почему? Почему? Просто дети все равно, они гораздо ближе к природе. Вот в чем дело. Мы оторвались от нее. Они гораздо ближе к природе. Они ее чувствуют сильнее, чем мы. И дети приходят, это рассказывают взрослым. И мы просто знаем историю, когда, ну, родители ничего не делали. И вот они начали это делать, потому что ребенок в садике большой, большой вид деятельности там проводит. Или в школе. Вот. И они приходят, рассказывают, и уже родитель пришел к нам навстречу. Уже познакомился, ну, собственно, с процессом. Пришел на акцию. Ну, это такое какое-то очень живое действие. Наверное, ну, все равно, естественно, что-то должно вот здесь вот торкнуть, да, зажечься, чтобы понять, что это, ну, во-первых, это не коммерческая история совсем. Да, мы никогда ничего не зарабатывали на этом. Вот. Чисто волонтерское мероприятие. Еще есть такие контейнеры в Одинцовском городском округе? В Одинцовском. Есть на Новой Риге, ну, на Новорижском шоссе, есть на Кубинке. И вот партнеры нашей Экотранспласта, они сейчас ведут переговоры с Можайским шоссе, где-то какой-то адрес на Можайском шоссе, точно не могу сказать. Вот. В родниках. Ну, то есть найти, в принципе, такие площадки можно? Ну, вот мы очень хотим, чтобы, конечно, их стало больше, потому что вот именно это, опять же, иллюзия, что люди не хотят разделять, они хотят разделять. Опять же, на примере каких-то форумов, чатов в соцсетях мы видим, что люди все время говорят, а было бы больше таких, я бы точно разделял. Или было бы около моего дома, точно я знал бы, что это пойдет в переработку, однозначно бы разделял, носил. То есть понятное дело, что здесь есть фактор географии, вот, да. Все по натуре немножко ленивые. Конечно, конечно, да. Все же это волонтерский проект, а каким образом удалось поставить такие красивые, яркие контейнеры? Удивительно, но, конечно, это все стоит денег, и мы подумали, что можно этот проект запустить на краудфандинговой платформе. У меня лично был первый опыт, и на краудфандинговой платформе просто обозначается проект, описывается, на что собираются деньги. Мы обозначили сумму, которая нужна просто для того, чтобы, соответственно, эти контейнеры сделать, поставить, установить. И на два месяца запускается этот проект. То есть если в течение двух месяцев мы собираем эту сумму, то платформа отдает нам эти, ну, с небольшой комиссией, эти деньги. И удивительно, как за два месяца мы собрали нужную сумму. То есть это просто люди, которые подключались, наши единомышленники, друзья друзей и так далее. То есть такая широкая сеть, которые способствовали тому, чтобы эта контейнерная площадка была на этом месте. То есть это абсолютно общественный проект. Сколько, если не секрет, стоимости? Сколько удалось собрать? Мы собрали 195 тысяч, у нас была заявлена сумма, там часть уходит комиссии за работу платформы. И, соответственно, установка этих контейнеров, сделать надо было площадку, пол, забетонировать. Вот вся работа. Все-таки вы на правильном пути. Я желаю вам успехов. Спасибо. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.